Отечественные овощи могут вытеснить импорт на новогодних столах самарцев. Если в прошлом году в продаже превалировали овощи из Турции, Марокко, Израиля и Египта, то сейчас на их месте продукты российские и китайские. В целом, по всем категориям товаров за год потребительские цены выросли почти на 12%. Больше всех прибавила рыба – 22%. А вот некоторые позиции даже подешевели. Картофель, морковь и капуста цены даже ниже, чем за аналогичный период прошлого года, который достигали тогда по картофелю аж до 40 рублей за килограмм. То сейчас мы в торговых сетях можем видеть картофель российского производства в пределах 20-23-24 рублей. По подсчетам экспертов, средняя стоимость новогоднего стола будет колебаться от 1600 до 2200 рублей. В типовой набор вошли мясное ассорти, сыры, рыба, курица, бананы, мандарины, виноград и шампанское. А килограмм готового салата оливье в магазине должен стоить около 200 рублей. Собрать бюджетную новогоднюю продуктовую корзину можно будет на ярмарках. Впереди новогодние праздники. Мы понимаем, что мы должны провести большую работу в каждом муниципалитете по организации таких предновогодних сельскохозяйственных ярмарок. У нас опыт уже достаточно хороший в прошлом году и в этом году в целом по таким мероприятиям. В Самаре таких ярмарок будет семь в разных районах города. По согласованию с областными министерствами, возможно, откроют еще одну дополнительную площадку. Работать они будут с 25 по 27 декабря с 9 до 16 часов. Дали предложение Минсельхозову по оповещению местных товаров производителей для того, чтобы они приняли участие. Мы взяли на себя затраты по части уборки. На ярмарках цена должна быть ниже, чем на рынках. Места дадут предпочтительно производителям из Самарского региона и Мордовии. В пользу отечественных продуктов от импорта отказываются и крупные торговые сети. Марина Кравцова, Станислав Левин, События.